МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На круглосуточном информационном канале Брянская губерния, программа события, студия Оксаны Измерова. Здравствуйте. 3-4 октября в нашем городе проходил форум Брянской и Могилевской областей по реализации молодежной политики. Главная его цель – выработка конкретных форм взаимодействия, которые впоследствии будут реализованы в наших регионах. На одной из площадок губернатор Александр Богомаз пообщался с активистами приграничных областей двух государств. Что-то вы сейчас, понятно, что вы молодые, перспективные, целеустремленные. Вы тоже когда-то таким и были. 40 активистов от молодежи из Могилева и Брянска. Формат встречи, вопрос-ответ, тема любая, требования к интервьюеру искренне, полно от души. Так и получилось. Александр Богомаз делился опытом, уроками жизни и своими рецептами. Какое образование, на его взгляд, престижнее, куда надо идти учиться. Я получил специальность инженер-механик лесной промышленности. Ни одного дня не работаю в лесной промышленности. Я работал теплотехником, газовиком, строителем, управленцем. И вот если есть знания, те, которые дает школа, вот вам сегодня, школьникам, кто учится в школе, самое главное, нужно хорошо учиться. Как правило, нужно в школе изучать те предметы, которые являются, я считаю, базовыми. Это химия, физика, математика, геометрия. Брянская молодежь просила помещение по центру. Есть оно на примете в районе Кургана. Рассказывала о студ-активе и работающих ровесниках. Приглашала на юбилей стройотрядов. Это уже в будущем году. Как вы думаете, по вашему мнению, в следующий год, юбилей для студ-отрядовского движения, где будут востребованы руки бойцов отряда? На каких предприятиях, организациях? Все мы ехали на стройки. Вот я сам, я каждый год ездил в стройотряд. Вот я на втором курсе. У нас был командир, комиссар и мастер. Вот я был мастер. Раз опытный стройотрядовец, получите форму. Губернатор шутит. Размер? Ну, почти мой. Узнали, да? Надеемся. Ну, наверное. Брянская область, губернатор. Наверное, да. Хорошо, спасибо. От шуток и личных историй про оценки зачеток к вопросам государственного уровня. Просьба от Ольги Волохова из Могилева. Мол, нет прямого поезда или автобуса между городами. От Богомаза азы экономики и примеры логики. Есть запрос, будет и предложение. Все остальное искусственно. Белорусы замещают, ваш губернатор очень откровенный. А вот что бы он поменял в своем прошлом, если была бы возможность? Если бы так было, то тогда бы, наверное, не было неинтересно жить. И понятно, что ты бы старался, может быть, даже не делать тех ошибок, а на самом деле могло бы получиться хуже. О белорусских СМИ и комсомольском прошлом, о проектах молодых ученых, о предстоящем форуме России и Белоруссии. Больше часа шел диалог. И главное напутствие в конце. Совет, пожелания. То есть у вас своя жизнь, у вас свои будут ошибки, у вас свои будут подъемы, свои успехи. Но самое главное всегда не вешать нос. Вот это одно из основ успеха любого человека, когда он всегда говорит, да, вот здесь я, там, не получилось у меня, но я сделал это так, чтобы у меня это получилось. Мария Сергеенко, Горьвиничук, События Брянск. Губернатор Брянской области Александр Богомас принял участие в совещании под руководством министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу. На мероприятии был рассмотрен ряд вопросов. Александр Богомас выступил с докладом. Он отметил, что правительство Брянской области держит на постоянном контроле вопросы обеспечения детей военнослужащих местами в дошкольных образовательных учреждениях и школах, а также трудоустройства членов их семей. В 2018 году за содействием в поиске подходящей работы обратились 18 граждан, уволенных с военной службы. Семь из них уже трудоустроены. Также, как отметил Александр Богомас, популярность и значимость юноармейского движения в Брянской области подтолкнули к решению вопроса о создании регионального парка «Патриот». Сергей Шойгу отметил работу, которая проводится в Брянской области по патриотическому воспитанию и социальному обеспечению военнослужащих. Другим темам дня. Новая жизнь начинается у мукомольного комбината «Мелькруг». Возродить разоренное предприятие взялся молодой предприниматель. Уже работает элеватор, идет погрузка зерна, на очереди запуск цеха сортового помола «Ржи». В Брянске мельничный комбинат начал свою работу в 1950 году. Запустили элеватор на 16 тысяч тонн и цех по переработке пшеницы и ржи. Более чем за полвека предприятию «Мелькруг» пришлось пережить всякое. Были и взлеты, и падения. Окончательно комбинат остановился 4 года назад. Бывшие хозяева Владимир Воротилин и Виктор Гринкевич, кстати, депутат областной думы, как говорят в кулуарах, ничего лучше не придумали, чем пустить предприятие под нож. Мельничный холдинг распродали по частям, уволили сотрудников. Бывший управляющий осужден за долги перед рабочими и хищение продукции на 9 миллионов рублей. Казалось, на производстве поставили крест, но спасение пришло от нового владельца брянской зерновой компании Романа Мимонова. Для Романа Мимонова «Мелькруг» – особое предприятие. 14 лет назад именно здесь, с должности менеджера по закупкам, начался его карьерный путь. Я проработал здесь 8 лет. Мне это предприятие не безразлично. Я здесь научился многому и учету, и динамики конкурировать, конкурентоспособности. Мне очень приятно то, что я здесь стал развиваться. Переняв опыт успешных аграриев, Роман решил самостоятельно восстановить старое хлебоприемное предприятие в Карачевском районе. Построил новые зернохранилища, элеватор, цех очистки и сушки зерна. Когда дело пошло в гору, предприниматель задумался и о «Мелькруге». Я вел переговоры с банками, ездил в Москву несколько раз. Мы рисовали схемы, как это сделать, то есть выкупить это предприятие с помощью кредитных средств, частично со своих, с оборотных средств. И вот спустя 5 лет, это было в прошлом году, мы его приобрели, это предприятие. Этой железной дороги попросту не было видно. Первые три месяца ушли на очистку территории от поросли и бурьяна. По ходу осмотра цехов выяснилось, часть оборудования разворована. Там не хватало тех необходимых вещей, которые нам бы позволили сейчас ускорить этот процесс. Это и двигателя, и проводку, которую они специально там, не знаю, вандальским образом вырезали. Было фасовочный итальянский цех, который вывезли так же самое, то есть в преддверии нашего захода сюда. Первые победы. Запустили элеватор. Началась отгрузка зерна. Действует лаборатория. На очереди цех сортового помола ржи. Рабочие завершают ремонт. Прогнозы положительные. В принципе, уже все готово к запуску. Остались только строительные работы и мелкий ремонт по слесарной части. Отдельная история подбор сотрудников. Роман Мимонов поставил цель – в первую очередь вернуть прежних профессионалов. Многие согласились. Сегодня на комбинате трудятся 78 человек. Набор рабочих продолжается. Средняя заработная плата – 25 тысяч рублей. Я здесь раньше работал. И вообще на столе я хотел, конечно, вернуться. Ждал этого, когда предприятие начнет восстанавливаться. Вот рад, что вернулся. Я с марта месяца работаю. А так я отработала 25 лет с ртовой мельницей. И все знаете, наверное, о муке? Ну, не прям так все. В планах на ближайшие два года у молодого руководителя запустить еще и сортовую мельницу, крупотцех, а также повысить зарплату работникам. День учителя в России отмечается ежегодно 5 октября. Большой торжественный прием для педагогов устроили в Брянском лицее номер 27. С профессиональным праздником любимых учителей поздравляли ученики, теплые слова говорили коллеги. Не забыли в этот день и тех, кто провел в школьных стенах полвека. Каждый год в этот день, признается Тамара Федоровна, у нее щемит сердце. Педагог с 40-летним стажем. Она уверена, что родилась с этой профессией. В шестилетнем возрасте вспоминает, заполняла журналы, проверяла тетради. 30 лет отдала 27-й школе, сейчас лицею. Она не работала, жила и дышала с первоклассниками. Сколько выпустила начальных классов и не припомнит. Малыши, тут и честность, тут и доброта, тут и внимание к ним, и материнская ласка. Они приходят и начинают с порога. Кто повиснет на тебе, кто начинает обнимать, кто целовать. Видно, кто недополучил внимание дома, они стараются получить его от меня. Александр Кириллович возвращается за второй наградой, уже супруги. В прошлом мастер спорта, чемпион Советского Союза по легкой атлетике. После окончания спортивной карьеры в 85-м году он пришел в школу, учителем физкультуры. Быстро понял, как даже лодерей можно увлечь спортом. Мы открыли в школе свой клуб «Туристический меридиан». Каждую неделю, пятница, суббота, воскресенье, мы уходили в походы с ночевками. Независимо, какая была погода. Это была зима или осень, или весна. С профессиональным праздником в лицее решили поздравить всех, кто с момента основания школы в 27-м году здесь сеял разумное, доброе и вечное. Таких оказалось 24 педагога. За заслуги каждому памятная медаль 75 лет освобождения города Брянска. Тем, кто сегодня не смог прийти, награду вручат дома. С почетной миссией к ветеранам педагогического труда отправятся их преемники. Елена Бочкарева, Анатолий Чикрыгин. События. Брянск. Ряды кадетской школы имени Шкурного пополнили 43 ученика. В этом году мероприятие совпало с Днем Учителя. Андрей Мамошин продолжит. Здравствуйте, товарищи кадеты! Здравия желаю! Здравия желаю! Традиционно присягу в кадетской школе имени Шкурного приносят в первую пятницу, октября. А в этом году так совпало, что еще и в День Учителя. Так что двойной праздник. На плацу сотни ребят кадетов, военные, родители будущих защитников Родины. Анализ показывает, что с каждым годом престиж нашей школы повышается. Все больше и больше желающих поступить в наше учебное заведение. Не только мальчики, но и девочки. В этом году мы приняли 43 человека. Из них 13 девочек. Я и он, Вангелина, гражданин Великой России, ступарды российских кадет. И перед лицом своих товарищей торжественно клянусь быть честным, храбрым, дисциплинированным, исполнительным кадетом, добрым, надежным товарищем. С мальчиками все понятно, но вот девочки. Впереди помимо школьной и военная подготовка, тяжелые тренировки. Ангелина училась в гимназии, но с пятого класса мечтала о кадетской школе. Здесь уже месяц. Новые учителя, новые друзья, новая жизнь. Ну, как-то так, как девочка, мы очень жалели, да. И пятый, шестой класс, мы как-то ее еще побаивали сюда дать. Но в этом году она настояла. Мы приехали на день открытых дверей. Очень все ей понравилось. Прямо и... Ну, конечно, здесь совсем другая атмосфера, совсем другое отношение к жизни и к учебе. Я очень рада, что я стала кадетом. Я уже готовилась к лятве кадетов целый месяц. Мы каждый день проводили занятия, маршировали. Я дружу со всем своим классом. Сразу, как приехал, сразу хорошо наладил все мои отношения. И мне даже здесь намного больше нравится, чем раньше я училась в гимназии. На праздник к ребятам приехали бойцы Росгвардии и продемонстрировали тактику ведения огня. Многие из этих детей будущие военные. В этом году 75% выпускников кадетской школы имени Шкурного поступили в высшие военные заведения. У кадета Ангелины тоже есть цель – стать полицейским. А пока учиться. Впереди еще пять лет общей и военной подготовки. Андрей Мамошин, Александр Жучков, События Брянск. В Брянском пожарно-спасательном центре годовщину гражданской обороны России отметили сотрудники спасательных формирований. На праздники были вручены награды за службу. Поздравляли сотрудников, артисты города и области. 86-я годовщина гражданской обороны России собрала в этом зале людей, для которых спасение жизни – обычный рабочий день. Егор Чирыгов, полковник в отставке, ветеран МЧС России. Шесть лет был начальником штаба гражданской обороны Брянской области. Службе гражданской обороны мне пришлось прослужить более 16 лет. Сюда я приехал, в Брянскую область, на нашу беду, на Чернобыльскую аварию. Устранение последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС стало делом жизни. На торжественном собрании ветерану была вручена памятная медаль. Действующие сотрудники получили награды за служение делу гражданской обороны. Елена Федоренко пришла на службу в 94-м. За почти четверть века коллеги стали семьей. За столько лет работы я, конечно, очень рада, что меня руководство поощрило и поощряет. И не забывает. Хочу пожелать своим сотрудникам приходить первыми на помощь, как всегда приходили. И будут приходить наши сотрудники, наша структура, наше администерство МЧС. Методики работы гражданской обороны постоянно совершенствуются. Главное управление МЧС проводит тренировки личного состава. Я выражаю вам свою признательность и благодарность за проведенные мероприятия и участие в тренировке. От всего души хотел бы пожелать вам и вашим семьям здоровья и чистого неба над головой. Работу гражданской обороны оценили не только на праздничном вечере. Дети со всей области прислали спасателям свои поделки и открытки с поздравлениями. Брянские сотрудники ФСБ России задержали наркоторговцев, причастных к организации канала поставки на территорию региона героина в крупном размере. У подозреваемых изъято больше 70 граммов наркотического средства. Героин доставлялся в Брянск из Московской области для сбыта наркопотребителям бесконтактным способом. В конце сентября при осуществлении закладок с наркотиками две женщины были задержаны сотрудниками Управления Федеральной службы безопасности России по Брянской области. В отношении участников преступной группы возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. В городе Брянске, а также во всех муниципальных районах и городских округах Брянской области проводятся традиционные ярмарки выходного дня. Они позволяют обеспечить всех желающих качественной, недорогой и экологически чистой продукцией. Вопрос с работы ярмарок находится на личном контроле у губернатора региона Александра Богомаза. Василий пчеловод в пятом поколении. О меде знает все и может о нем рассказывать часами. Охотно делится советами, как выбрать качественный продукт. Брянщина дает хорошие меда. Стараемся. И пчелки не подводят. В общем, кормим людей хорошим, качественным продуктом. Поэтому люди довольны, люди приходят, люди говорят спасибо, берут еще меда. Мед. Многие приходят на ярмарку именно за ним. Что любопытно, мед и другая продукция пчеловодства представлены производителями из соседних регионов. Я приехал из Орловской области, Шабыкинский район. Из Орловской области? А почему в самом Орлее продаете? Ну, вы знаете, как-то исторически сложилось, что у меня много родни на Брянщине. На ярмарку с охотой приходят и садоводы. Здесь можно приобрести саженцы различных сельхозкультур, чтобы затем в следующие годы самим на своем участке собирать урожаи вкусных ягод. Вот сегодня будете высаживать? А если завтра? Завтра, то сегодня полейте обязательно. Важно, что такие торговые площадки предоставляются бесплатно и исключительно производителям. Перекупщикам вход сюда закрыт. Мы позвонили, нас пригласили с удовольствием. Мы приехали. Не сложно. Документов много каких-нибудь собирали? Нет. Справка о том, что есть подсобное личное хозяйство. Прописка и все. Ярмарки выходного дня проходят в каждом районе Брянска. В Советском возле самолета, в Бежицком около ДК Медведева, в Володарском рядом со стадионом брянских партизан, в Фокинском на Дзержинского 3А. Ярмарки будут работать еженедельно по субботам и продляться до 3 ноября. Артемий Маркелов, Иван Зюрев. События Брянск. Особым спросом у населения пользуются картофель, лук, репчатый, свекла, морковь, яблоки, саженцы, плодово-ягодных культур. В ярмарке принимают участие 120 сельхозтоваропроизводителей из районов области и соседних регионов. Новости и программы телеканала «Брянская губерния» также доступны на нашем сайте в интернете. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях. А я желаю вам всего самого доброго и до свидания. Партнер выпуска магазин деловой одежды «Дресс-код». Улица Объездная, 30. Торговый центр «Аэропарк».